Лукашенко открыто заявил, что белорусы неадекватны. Каждый четвертый человек имеет якобы проблемы с психическими расстройствами. На фоне публикации провластных пропагандистов, где говорится, что 25% белорусов страдают психическими расстройствами, возникает закономерный вопрос, откуда такие данные, если массово к психологам белорусы не ходят. Люди знают, что любая информация о посещениях передается властям. Поэтому многие предпочитают избегать обращения к специалистам. Но давайте на ситуацию посмотрим глубже. Лукашенко не может простить белорусам 20-й год. Эти статьи – не что иное, как попытка унизить нацию, вызывая личной злобой и обидой диктатора. Все знают, что именно Лукашенко страдает психическим заболеванием. Называется мозаичная психопатия. Такие публикации являются частью его мести белорусскому народу не иначе. Но если даже на секунду представить, что это правда, в чем я очень серьезно сомневаюсь, то скажите, а кто виноват в том, что подобные вещи происходят с целой нацией? Напишите в комментариях. Алексей Беляев и его великая СНГ – легенда о мертвой организации. Беляев снова вещает, что СНГ – это кость в горле Запада. Это геополитическое объединение, которое сегодня у Запада действительно как кость в горле. Правда, сложно не засмеяться, когда он говорит это с серьезным лицом. СНГ давно превратилось в символ провальной интеграции, а Беляев с Лукашенко продолжают пытаться реанимировать то, что мертво уже очень и очень много лет. Более 400 соглашений. А где результат? Все осталось только на бумаге. СНГ – это мастер-класс по тому, как подписывать соглашения, не планируя их исполнять. Украина, Грузия и Туркмения сбежали из СНГ, как только представился шанс. Остальные страны, вроде Молдавии или Азербайджана, лишь делают вид, что остаются в игре. Но на самом деле уже давно держатся на дистанции. СНГ даже не пыталась урегулировать такие важные конфликты, как война между Арменией и Азербайджаном. По сути, СНГ стоит в стороне и наблюдает, как все закончится. Общий рынок – это вообще шутка. Участники жалуются на экономические барьеры, установленные Россией. И предпочли бы интеграцию с Евросоюзом, нежели продолжать барахтаться в этом самом СНГшном болоте. Что такое реальная СНГ? Это пыльная игрушка России, которая пытается держать постсоветские страны на поводке. Но реальность такова. Вместо великой роли. СНГ давно стало посмешищем. Когда Беляев с Лукашенко говорят о будущем СНГ, лучше спросить, о каком будущем идет речь. О будущем Музея политических неудач. Вот и все. 10 октября в Гродненской области на ходу загорелся грузовик «ГАЗ». Эта машина перевозила людей. Причиной пожара стала неисправность в топливной системе. И тут главный вопрос. Почему в Беларуси горят машины, автобусы и тракторы? Самоликвидация или коллапс системы? Последние события серьезно заставляют задуматься. Беларусь становится страной горящих грузовиков, автобусов, тракторов и так далее. Случай за случаем машины вспыхивают прямо на ходу. Будь то на полях, на дорогах или даже в столице страны. Так в чем дело? Неужели Лукашенко дал тайное указание на самоликвидацию? Или же система настолько изношена, что даже самолеты Лукашенко вот-вот перестанут подниматься в небо? Европа этого хочет. На фоне постоянных экономических и политических кризисов инфраструктура и техника страны буквально трещат по швам. Машины, которые уже давно пора списать на металлолом, продолжают эксплуатировать. А о техосмотре, похоже, забыли, так как постоянное повышение транспортных налогов заставляет людей экономить на всем, чтобы хоть как-то функционировать. За нас серьезно взялись. Когда горят грузовики и трактора, это не случайность. Это симптом того, что в стране уже давно пора лечить не только технику, но и систему управления, которая довела страну до состояния, в котором самолеты могут оказаться следующими в этом огненном списке. Нарушил закон, на СВО поехал. Новая гениальная мобилизационная стратегия от Кадырова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, как исторический стратег 21 века, предоставил новаторскую идею. Если нарушил ПДД, готовься подписывать контракт и ехать на СВО. Теперь каждый, кто осмелился неправильно припарковаться или превысить скорость, может в одно мгновение стать героем на фронте. Ну а что? Не заплатил штраф за парковку? Получи путевку в зону. В зону боевых действий. Очень таки удобно. Да и бюджет государства серьезно можно сэкономить. Зачем штрафы, тюрьмы? Это вообще лишняя роскошь, когда можно просто отправить молодежь на войну. Видимо, в Чечне решили, что исправление через наказание это слишком уж сложно. Гораздо эффективнее отправлять человека с аморальным поведением, как они считают, сразу туда. На нефтебазе в оккупированной Феодосии продолжается мощный пожар после удара украинских дронов. Терминал, который должен был снабжать российские войска, загорелся, несмотря на непробиваемые системы ПВО. В итоге на деле панцирь С-1 оказался больше для парадов, чем для реальной защиты. Более тысячи местных жителей эвакуированы, а огонь никак не могут потушить уже четвертые сутки. В Крыму обещают компенсации, но, как всегда, это не слишком успокаивает. Украина тем временем продолжает уверенно подрывать не только военный потенциал оккупантов, но и их мифическую непобедимость. Лукашенко может оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге за участие в депортации украинских детей. Несмотря на то, что Беларусь не подписывала римский статут, Лукашенко все же могут судить за военные преступления, совершенные на территории Украины. Недавние доказательства, предоставленные правозащитниками, указывают на то, что сотни украинских детей были насильно вывезены в Беларусь. Где их, кстати, на секундочку перевоспитывают для использования в пропаганде против собственной родины. А это уже, знаете ли, преступления. И одно из множества преступлений, за которые Лукашенко может понести ответственность. Его режим давно замешан в грубых нарушениях прав человека. Массовые репрессии против мирных протестующих, политические аресты, пытки в тюрьмах и фальсификация выборов. Естественно, куда же без выборов. Лукашенко – это преступник, чьи действия давно перешли красную черту – международного права. Ну а что касается суда в ГАГе, это лишь вопрос времени. В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России. Мол, в России наблюдается острый дефицит кладбищ и крематориев. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы. Светлана там какая-то расторгуева. Но суть на самом деле не в этом. Ведь вы же понимаете, почему именно в России кладбищ не хватает. Все, по-моему, всем уже давно все очевидно. Ну а это новости из дурдома. По мнению директора социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России заявил, что необходимо сделать налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей в месяц. А платить его должны даже те, у кого по состоянию здоровья не может быть детей. Рождаемость демографии – это не мораль. Это выживание общества. Мы говорили об этом несколько передач назад. Цена проекта по демографии – несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть. И он должен быть большим. Сколько процентов? Ну, смотрите, в данном случае проценты зависит от дохода. Абсолютные цифры бездетной семьи 30-40 тысяч рублей, то есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под вот этих не алиментов, а налог на бездетность, а медицинские соображения. То есть не надо, опять же, делить медицину и финансы. Да, вернее, их надо... То есть вы хотите с бездетных по медицине тоже платить? Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой... Разведь справедлива. ...в бездетном, семья бездетная, она должна платить. Причина – это отдельно. И в третьих, третья история – это то, что однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья – это двухдетная семья. Если у вас в семье один ребенок, значит, налог на вот эту, на неполную детность, да, он тоже должен быть, только в уменьшенном размере. Ну, а это лестница в самом центре Могилева. Если это можно, конечно, лестница назвать. По всей видимости, это ступеньки в ад. Ведь если ты по таким ступенькам поднимешься, можно и медаль тебе, в принципе, дать за какие-нибудь очень сложные прохождения. Каких-нибудь препятствий. Ну и реально, в 21 веке в центре города подобная лестница – это реальный сюр. Она не просто не нужна, ну, точнее, она там нужна, но нормальная. А это опасно, как для людей, так и, в принципе, для глаз. Также стало известно, что Лукашенко хотят присвоить звание Героя Беларуси. Вот только ему медаль эту дадут, и медаль сразу потеряет свою актуальность. Лукашенко – Герой Беларуси. Это вообще просто сюрреалистично звучит. Вообще, в принципе, человек, который убивал собственных граждан, героем, в принципе, априори не может быть. Ну, не может быть Героем Беларуси никак. Как вы оцениваете подобную новость? Будете ли вы рады, если Лукашенко получит такую награду? Напишите в комментариях. Пока!